Это Берн. Один раунд и четыре сдачи. Так и вот я вижу у нас один зеленый пояс, два коричневых. У меня уже тоже коричневый пояс и я как обычно пытаюсь собирать интересные руки. Ну вот сейчас вроде бы выглядит обычно. Пока что план похож на смешанные смещённые чоу, но может быть что-нибудь получится другое. Причем два варианта смешанных смещённых чоу. Смотрите. 3 4 5 4 5 6 5 6 7. Ага, не рай выбрасываю. 3 4 5 точек 4 5 6 символов 5 6 7 бамбуков либо 4 5 6 символов 5 6 7 точек 6 7 8 бамбуков. И там и там у меня есть в принципе глазки на семёрках или четвёртый сет на семёрках, поскольку у меня будут все простые. Я могу какой-нибудь держать панк простых. Ну давайте, давайте будем быстро собираться. Кто-то не рекомендует так вот быстро открываться, потому что там потом возникнут сложности. С получением пятёрки символов могут возникнуть сложности в принципе так, если разобраться. Но пока у меня опять же есть что скидывать, есть какие кости выкидывать. Лучше я всё-таки возьму эту полезную кость. Четвёрка всё-таки не всегда. Так вот легко скидывается игроком слева. Но у меня есть откровенно бесполезные кости, которые можно выкинуть в обмен на эту полезную. Но опять же я не знаю, какая полезная кость пришла бы мне со стены. Где-то на каких-то ресурсах по Моджонгу говорили, есть реплей. То есть можно одну и ту же сдачу... Подождите, сейчас посмотрим пока с Конгом. Одну и ту же сдачу можно переигрывать. Да, то есть опять же... Но это скорее всего с ботами какие-то игры. Там можно что-то переиграть. Да, вернуть. Опять переиграть. Ну давайте я Конг сделаю. Тройка. Тройка не нужна. Ну вот интересный вопрос. Например, я сейчас получаю со стены шестёрку символов, ещё одну. Или шестёрку бамбуков. Делаю... Жду ещё одну, да. У меня получается два Конга. Открытый-закрытый Конги стоит шесть очков и все простые. Это восемь очков. Вот так вполне можно победить. На Конгах. Просто Конги редкая вещь. Это скорее везение. Ну, уже панк достаточно такая штука, заложенная на везение. А Конг ещё большее везение. Так, мне приходят неудачные кости. Ну как неудачные. Вот Конг семёрок я закрыл. Так, с Конгами шестёрок не получится. Ну, по крайней мере я не стал брать их сейчас со сноса. Я всё-таки думаю насчёт смешанных смещённых чоу. Восьмёрка заходит, да. Давайте пока вот так я выброшу. Кто-то отвалился у нас. Премиум и VIP это, наверное, игрок слева. Премиум на игрок отключился. Так, с другой стороны, если у меня сейчас остаётся чоу шесть, семь, восемь. Ну, просто рассчитывать нужно на последнюю пятёрку символов тогда. Так вот, да, похоже он отвалился. Нам не рисует этот серый шум или какой-то там белый шум. Но он, похоже, куда-то пропал. Пятёрок пока нету, но вот игрок напротив. Игрок напротив, похоже, собирает смешанные смещённые чоу. Три, четыре, пять. Там, может быть, нужно бамбуков. И если она не берёт тройку, возможно, ей нужна. Ну, давайте пока так. Ладно, я просящую формально сделаю. Но сработает только на последней пятёрке, что получится. Последняя кость четыре очка. Все простые два очка. И закрытый конг ещё два очка. Жаль, что здесь не показывается, что у меня в конге. Да, мы помним, что там семёрки точек. Но это нужно именно помнить. Если, например, в живой игре вы можете подсмотреть, что там у вас лежит. Напомнить себе, то здесь нет. Здесь так не получится. Одна пятёрка символов вышла. Я её, естественно, не брал. Она мне не годится. Ну, как только выйдут ещё две, можно будет брать последнюю. Так мы как-то неторопливо играем. Игроки не особенно торопятся. Ну, в общем-то, куда торопиться. Вот она зашла мне эта пятёрка. Отлично. Вот. Бывают такие конговые сдачи, когда два-три конга за сдачу объявляются. Так, это мне уже не нужно. Восьмёрку, кстати, она забрала мою. Да, всё. Восьмёрку я уже не получаю. А вот если игрок справа собирает точки, вот она мне и даёт мою пятёрку. Отлично. Игрок напротив хотел, видимо, ещё конг. Два открытых конга, двойной конг. Так. Игрок слева как будто вообще выскочил. Игрок слева как будто вообще пропал. У него там даже цветочек был незамененный на руке. Очень странно. Так. Вот это вот похоже на полумасть, кстати. И не только на полумасть, а ещё и на чистый ряд. Я хотел сказать, чистые смещённые чоу. Три, четыре, пять, пять, шесть, семь, семь, восемь, девять. Ага. Вот это вот как раз не нужно. Две тройки точек вышли, я это не беру. Нет, скорее я соберу всё-таки полумасть в бамбуках. Ну и по возможности чистый ряд. Чистый ряд чаще собирается. Другое дело, что панк ветров раунда мне уже два очка даёт. То есть я могу, в принципе, не сильно закладываться именно на ряд. Но это было бы просто удобно, полезно набрать побольше очков, оторваться от преследователей. Пока что преследователь у меня один, это вот игрок напротив. Да, игрок слева не играет. Игрок справа мне накинуло. Игрок напротив. Сейчас у нас разница сорок шесть очков. Она может что-нибудь взять и перехватить первое место. Давайте смотреть. Единичка. Ладно, давайте я сейчас выкину эти бесполезные анира. В принципе, если я рассчитываю на сбор чистого ряда, то я могу и не обязательно собирать полумасть. У меня вот как раз глазки на единичках. Достаточно удобно. Тем более, что вот все зеленые вышли. Зеленого я могу выбрасывать спокойно. И ждать более полезные кости. Юг выходил. Белый не выходил. Наверное, юг все-таки выброшу. Так, мне нужна единичка, шестерка бамбуков. Вот как хорошо я позвал шестерку. Так, отлично. А давайте, кто мне, собственно, мешает. Я выхожу на просящую, жду единичку. Кто знает, что я жду единичку. У меня картинка такая, что я собираю как будто бы симметричные. Смотрите, да? Панк симметричных раз, панк симметричных... А чего, извините, симметричных два. Двойка точек у меня в сносе. Это, в общем-то, мало что значит. Вот я беру, видите, быстро собрал чистый ряд. Так, уже две сдачи. Так, и сейчас бот будет долго думать. Как интересно заходит. Так, сейчас поменяются цветочки. Панк шестерок, пара пятерок. Одна четверка. То есть, можно попробовать выстроить смешанные смещенные панги. Смешанные смещенные панги. В принципе, можно подумать насчет средних. У меня пока что на средние всего шесть костей. Здесь пока непонятно будут собираться панги или что-то еще. То есть, вот, несмотря на панг и пару, рука такая сложная. Можно выбрасывать все лишнее. Все лишнее-то, во-первых, анира, во-вторых, терминальные. С другой стороны, если идти на панги и пары, тогда нужно наоборот держать все эти... А, нет, не иду. Терминальные. Благородные, которые будут выбрасываться остальными игроками. Рассчитывать больше на них. Ну, это вот специфика игры с пангами. А я сейчас все-таки... Какие-то у меня средние собираются. Видите, зашла четверка, пятерка... Панг пятерок не уверен. Тут скорее я бы собирал смешанные и смещенные. Два, три, четыре бамбуков. Три, четыре, пять точек. Четыре, пять, шесть символов. Или наоборот. Три, четыре, пять символов. Четыре, пять, шесть точек. В точках пока ничего нет. Я выбрасываю девятку. Так, двойки выходят. Интересно. Я выбрасываю девятку точек. Я выбрасываю единичку. Хотя, подождите. Нет. Есть же вариант собрать смешанный ряд. Двойка заходит. Давайте-ка я вот так пока сделаю. Мне эта восьмерка ни на что не пригождается. Я вот думаю про смешанный ряд сейчас. Один, два, три бамбуков. Четыре, пять, шесть символов. Семь, восемь, девять точек. Мне нужно главные точки получить вот эти. Или я получаю что-то в точках внизу. Тройку, четверку. Тройку, четверку, шестерку. Со стены. Кстати говоря, вот. Восьмерка символов мне не нужна. Игрок справа вероятно собирает верхние. Да. Семерку она не получает уже. Девятка точек может быть ей нужна. Двойка мне заходит. Ну давайте я вот так выкину. Немножко рискну. Здесь тогда можно что собрать. Один, два, три бамбуков. Два, три, четыре точек. Три, четыре, пять символов. Вряд ли ей нужна еще одна восьмерка. Хотя могло быть и такое. Что там может быть? А, семерка. Ну-ка, семерка ей не нужна. Скорее всего там были точки или бамбуки она ждет. Нет, подождите. Я скорее взял бы тогда... А мне пары заходят. Слушайте, мне заходят пары. Давайте я попробую пособирать пары и панги. Так, двойка одна выходила. Двойка точек уже три раза вышла. Вот давайте я вот так сделаю лучше. Так, четверка, пятерка. Пятерка в сносе справа. И пока все. Так, у меня два закрытых панга. Ну давайте я вот так пока сделаю. Два закрытых панга. Я не хочу выбрасывать ни тройки, ни пятерки сейчас. Вот интересный момент. Ага, отлично. Не пригождалась она мне, значит. Так, четверка. Что я там хотел? Четверки, пятерки, шестерки собрать, да? Значит, четверку бамбуков если я беру на панг, а потом пятерку точек на панг, то все складывается. Игрок напротив, похоже, панги собирает. Да. Так, это мы с ней на пару, значит. Она в открытую собирает панги, я в закрытую. Так, вот это интересно. Чья? Ничье. Пятерка бамбуков не выходила. Нужна она и не нужна, неизвестно. Последняя семерка вышла. Ну давайте пока так. Девятка точек. Девятка точек под вопросом, да? Ну, могли быть пары, но я уже не пошел на пары. У меня два закрытых панга собрались. Сейчас попробуем. Видите, да, какая долгая история с пангами. Долгая история с пангами. Так, шестерка точек, раз, и пока все. Шестерка бамбуков более безопасна. Она выходила уже достаточно много. Вот с шестеркой точек интересно. Давайте. Так, ну-ка кто берет? Никто не берет. Хорошо. Вот, как раз безопасную кость выкидывает. Тройка безопасная, да. Единичка безопасная. Ну, вот она уже в защиту играет. Да, интересно. В защиту играет игрок справа. Не хочет давать опасные кости. С другой стороны, может там у нее просто уже хорошая рука. И девятка ей, в принципе, не пригождается. Так, одна кость и последняя кость безопасная. Итого, зачем она держала цветочек непонятно. Четверку боялась выкидывать. Тройка точек. Не заметил тройку, извините, наверное, слева была. Так. Ну, мне-то ничья вполне годится. Ничья меня устраивает. Так, сейчас люди заменят цветы. И мы продолжим. Здесь у меня, вероятно, все типы. Давайте так сразу же. Все типы, возможно, внешняя рука, кстати, даже будет. Да, то есть, допустим, я беру восьмерку бамбуков, восьмерку символов, выкидываю пятерку, шестерку. Но, вообще, это больше похоже сейчас на все типы. Давайте-ка я выкину точки, потому что у меня есть уже готовое ЧО в точках, и мне остальные точки не нужны. Вот, кстати говоря, смотрите, характерный снос, да, когда я сношу что-то, вот, в самом начале сдачи сношу какие-то центральные кости. Скорее всего, либо полумасть, либо все типы. То есть, у меня что-то есть уже какая-то сильная форма, например, в этой масти, и все остальное в этой же масти мне уже не нужно. Так, я вот сейчас держу пятерку на всякий случай. Это у меня на все типы, если приходит шестерка символов. А вообще, я бы, конечно, взял восьмерку и на все типы не закладывался, а больше закладывался бы на внешнюю руку. Вот так я сейчас сделаю. Я же могу взять панк девяток. Или оставить девятки на глазках. Один красный вышел. Ну, подождем. Может мне красный еще зайдет со стены. Можно же сделать два панка драконов и внешнюю руку. Или глазки оставить на драконах. Панк драконов, внешняя рука. Панк терминальных. Вот тут не просто, кстати, получается. Вот, девятки. Так, что-то игрок справа такое замышляет. 5, 6, 7, 6, 7, 8. Так, ну, давайте на просящую я выхожу, да. Так. Может там, кстати говоря, нужна эта восьмерка бамбуков. А может там скорее 5, 6, 7 бамбуков нужны. То есть 6, 7, 8 это у нее четвертый сет. 5, 6, 7 бамбуков. 5, 6, 7 точек символов у нее открыты, да. Она или 5, 6, 7 бамбуков ждет или глазки ждет. Тоже вариант. Она может ждать глазки. Ожидание единственное в смысле. Это не мое. Никто не открыв... Ну, как никто. Вот она открылась там по максимуму. Ну, да. Похоже, что она все-таки собирает смешанное тройное. То есть ей нужны именно бамбуки сейчас. 4, 5, 6 ей не нужны. 4, 5, 6. Да, пятерок нету. Все, все пятерки вышли. Она не собирает чистые. Как здорово мне зашло. А у нее глазок не было, кстати. Она тоже семерку ждала. Сейчас посмотрим. Все типы. Внешняя рука. Два закрытых панга. Полностью закрытая рука. Да, 20 очков. Вот можно заработать. Видите? На таких вроде бы дешевых руках. Хорошо. Я взял стол. Давайте посмотрим на игрока справа. Она ждала что-то в пару. Ну, девятку она бы не дождалась. Просто видите, девяток на столе не было. Три девятки у меня. То есть она считала, что у нее есть шансы получить девятку. Ну, в общем. Да, возможно. Так можно считать. Но в итоге выясняется, что раз и панг девяток у кого-то на руке. Скорее восьмерку тогда уж можно ждать. Так, игрок напротив собирала, ну, видимо, какие-то панги. Хотя вот две пятерки она выбросила. Могли быть глазками, кстати. Пара восьмерок, пара восьмерок. Далеко от просящей. Ничего нельзя сказать. Ну, и здесь игрок просто не участвовал. Играли с ботом, фактически. Так что тут и не о чем говорить. Ну, вот в итоге я собрал три сдачи. Одну свели в ничью. Всем спасибо.